Вечер добрый! Слушаете вы свое радио? Не буду даже намекать на то, что делаете это в постоянном режиме, я это точно знаю. Как всегда, по будням, с 8 до 10, программа «Маш живые», куда приходят живые люди, живые музыканты, с которыми мы живо беседы беседуем, и песни о нем свои замечательные поют. Есть у нас традиция добрая, не знаю, ну, на мой взгляд, очень добрая традиция, когда сначала песня, а потом мы уже представляем коллектив. В общем, в принципе, от традиции мы стараемся не отказываться, поэтому сейчас прозвучит что-либо из той программы, которую ребята заготовили, а дальше мы начнем разговоры разговаривать. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Поехали! Сложно, понимаю. Ну, живой звук, знаете, всякое бывает. Поехали! Странная тюрьма без окон и дверей Поехали! 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 И акул, и негры без трусов, все негры без трусов Реально натурально без трусов Барабанщик Ванька сегодня не готов И Машка далеко Зато у нас есть дюха Целлофановые сны, партизаны и слоны Мы теперь одна семья, много мы, мало я Целлофановые сны, партизаны и слоны Мы теперь одна семья, много мы Цветик-семицветик поливал бульдог Поливал бульдог с собой, поливал бульдог Но, к сожалению, он внезапно сдох Отчего-то сдох Почему-то целлофановые сны, партизаны и слоны Мы теперь одна семья, много мы, мало я Целлофановые сны, партизаны и слоны Мы теперь одна семья, много мы Целлофановые сны, партизаны и слоны Целлофановые сны, партизаны и слоны Убил своей палкой, убил все свои два ринга Целлофановые сны, партизаны и слоны Мы теперь одна семья, много мы, мало я Целлофановые сны, партизаны и слоны Мы теперь одна семья, много мы Целлофановые сны, партизаны и слоны Мы теперь одна семья, много мы, мало я Целлофановые сны, партизаны и слоны Мы теперь одна семья, много мы Целлофановые сны, партизаны и слоны Хорошо начали, бодренько и замечательно Я думаю, что это как раз то самое, что было нужно сегодня Тут как тут называется коллектив, который сегодня тут как тут Мы этому безмерно рады и, надеюсь, аудитория тоже подхватывает нашу радость Дмитрий Твердый, гитара-вокал Поздоровайтесь, пожалуйста Здравствуйте, дорогие телеслушатели Да, я знал, что как-нибудь будет необычно Бас-гитара Олег Зюбан, Олег, можно вот, да, вот хотя бы разочек к микрофону Здравствуйте, друзья Молодец Значит, дальше у нас и девушка, имя которой вы знаете Я убежден и по другим проектам Жалко, что один из этих проектов, говорю об этом постоянно, с сожалению Не жив пока, он нам дико нравился в свое время Риша, которая Ирина Львова Всем привет Это Виолончель Коллектива тут как тут И человек с собственным микрофоном, который нужно бы к себе подтянуть Чтобы можно было что-то сказать Это что же важно Андрей Юринков Здравствуйте Привет Ну и еще один чудесный персонаж Зовется он просто Сундук Потому как он не просто В данном случае он просто Сундук, но не просто Бэкхон Вечер добрый Да-да-да, он не просто Бэк-вокал коллектива Он, на мой взгляд, мотор этой группы Просто потому что Иди туда Вот сюда говори Я не Бэк-вокал, я Бэк-бардак Группа Хорошо, ну пусть будет Бэк-бардак Я не хотел никого обидеть словом бардак Поэтому сказал Бэк-вокал Думал опечатком Нет, нормально Да, это моторчик Я все время вспоминаю его белую замечательную смирительную рубашку В которой он на концертах И, собственно, как-то однажды в студии программы «Живые» Он тоже был в этой белой смирительной рубашке Носился по всей студии Снося на своем пути абсолютно все препятствия Сейчас, говорит, неловко ему за свое прошлое поведение Студия маленькая, зачем ее громить На концерте, дескать, пожалуйста А тут я обойдусь как-то без нее Жаль, но не можем мы в данном случае Никоим образом сопротивляться Это его собственное решение Его рубашка, когда хочет, носит, когда не хочет, не носит Собственно, тут, как тут сегодня Я сообщу, как с нами связываться Это важно Потому как вы, может быть, что-нибудь захотите сказать Всякое бывает на самом деле 46-47 Короткий номер для ваших смс Сначала свои пробелы Дальше уже ваше сообщение Группа ВКонтакте Это официальное сообщество своего радио Там уже давно идет переписка Причем много чего уже написали Помимо «Добрый вечер» Радость все кричат от радости Вот человек, перформанс Пишет Лид Скруглова, например Потом «Привет», «Диме привет», «Риши привет», «Давненько не брал ей в руки шашек», Пишет Олег Каральник В общем, все собираются потихонечку Около своих радиоточек И это мне лично очень нравится Так вот, в этой самой переписке Над ней, если посмотреть Там анонс, само собой, с фотографией Очень красиво все оформлено Название коллектива выделено синим Значит, активная ссылка Кликая на которую вы оказываетесь в сообществе А там, находясь в их сообществе Будучи участниками этого сообщества Вы получаете всю нужную информацию из первых рук Это и концерты, это и фестивали, и выступления И новые диски, и синглы, или эпишки Вот, люблю это слово Альбомы Альбомы, да Это все там Вы будете получать информацию первыми Это бывает очень важно Чат работает для вас, их два Один работает на сайте своего радио Своерадио.фм Там сразу все видно Слово «чат» написано И вы можете видеть все, что в этой студии происходит А это важно Сегодня особенно важно Мало того, что здесь красивая девушка с фиолончелью Мало того, что здесь сундук Который, в общем, действительно очень здорово И, я бы сказал, эффектно Дооформляет общий тон этих песен Ну, собственно говоря, и Дмитрий Очень эмоциональный человек на него Тоже посмотреть, мне кажется Было бы полезно И Андрей, который за барабанами Он тоже очень сейчас стал Такой, я бы сказал, после праздников Заметный персонаж, заметная фигура Ничего Все проходит на самом деле Правда, спрятался бас-гитарист Он решил сесть так, чтобы его почти не было видно Но вы, если присмотритесь, увидите тоже Так вот Зайдите, пожалуйста, на сайт своярадио.фм Там сверху есть плеер длинненький такой Слева онлайн-аудио Это чтобы слушать А справа онлайн-видео Синим кружочком Это чтобы смотреть Кликаете И вы тут же оказываетесь картинки Которую нам предоставляет Предоставляет Планета.ру Чудная совершенно краудфайдинговая платформа Там, кроме картинки, есть еще один чат В который тоже можно писать Все, что касается коннекта Я рассказал Теперь надо как-то уже к делу Спасибо, что пришли Вам спасибо И я так полагаю, что начали вы с хита Исключительно для того, чтобы заявить всем, кто вы Ну да, это как песня-визитка Как привычно То есть ты предполагаешь, что на своем радио вас не знают Не, не предполагаю Я знаю, что знаю Но все равно начали с самого, пожалуй, такого Одного из самых ярких, вернее, хитов Чего, дорогой? Не, я так просто Мало ли постоять тут Ну, постой, да Внезапно можно что-нибудь сказать Ну, он подошел, взял к тебе микрофон Я подумал, может быть, какая-то мысль светлая пришла Осенила неожиданно Нет, ну если что, постой, конечно Вы же пришли не просто так С чем-то Мы пришли с презентацией или представлением нового альбома Который называется «Love Sun» «Love Sun» И из этого альбома мы споем как минимум несколько песен Это очень важно, чтобы как минимум несколько песен Раз уж презентация альбома То что-нибудь из него должно было бы в любом случае прозвучать Не, мы могли бы и весь сыграть Ну что, ну? Что тебе мешает? Ну, видишь, надо же старые песни играть Это редкий случай, когда человек так вот в этом уверен Обычно приходит Нет, мы только новые будем Потому что мы хотели бы Люди хотят Старого Как-то что-то То есть ты проводил опрос? Да Правильно Как говорится, надо иметь совесть Ну, когда будут новые песни Ты об этом отдельном, да? Да, я скажу Отдельной телегой, как говорит Бронемир у нас Отдельным постом сообщи Что это как раз новенькая песня Из этого самого альбома Надо двигаться дальше Мне кажется, что хорошо было бы Что-нибудь еще спеть Запроста Что это будет? Это будет как раз новая песня Называется она Грибное весло Ну, в общем, все, как всегда, оригинально Как всегда, живой звук в программе Живые тут как тут здесь сегодня Погнали Всем овладеет жизнь и суета В атаку стремится это та И ты отпустишь Ум в свободное Падение Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Который раз за эти тридцать лет Ты дашь надеждам и любвям Обет И к их ногам обрушишь сложенное мнение Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у А в разных буквах столько разных слов И бьет ключом в башку шальная кровь Все как всегда, гони вперед без всяких яких Ай-яй-яй-яй-яй И каждая готова навсегда А опыт жизни просто ерунда По-своему трактует каждый эти знаки А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Добро пожаловать в Казахстан! Веч ты уверен, этим победишь Пускай по осени в кармане шиш Твори все новое для новых Неустанно Ай-яй-яй-яй-яй Им нужен кто-то, кто всегда один И у кого заряжен карабин Который нанесет незаживающие раны Ай-яй-яй-яй-яй Опять понесло Опять понесло Опять понесло О-о-о, гребное весло, гребное весло, гребное Опять понесло, опять понесло, опять пот, о-о-о Грибное весло ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И сегодня новый альбом, еще раз, как называется этот альбом? «Лавсан». «Лавсан». Ну, я всегда знал, что твердо он не бывает человеком простым. У него никогда ни одна мысль не бывает такой, знаете, так, угловатой, как у прапорщика слева направо. У него все как таким вот свы-подвыпердвертом, что называется. В хорошем смысле. Я сейчас вставлю кавычки, ни в коем случае я без упрека об этом говорю. И это круто. И даже название само по себе вызывает у меня массу вопросов. «Лавсан». Ну, если обыгрывать «Лав», ну, имея в виду «Любовь», да, и «Сан». «Солнце». «Солнце», да, «Любовь-Солнце». А «Лавсан» — материал вроде бы как. Причем синтетический, насколько я понимаю. Но ведь из него раньше были паруса. Это же синтетика, нет? «Синтетика». «Синтетическая любовь». Ну, как ведь главное — синтез, а не анализ. Хорошо. Куда мы сегодня все пришли? Хорошо, пусть будет синтез, а не анализ. Я-то пытался анализировать. Больше не буду этого делать, глупости какие. Роман Филиппов спрашивает, а еще что-нибудь новое, спрашивает он. Да, альбом целый новый. Сегодня они его и презентуют. «Ромыч» будет. А «Ромыч» свой, что ли, кто-то? Ну, наверное. А, то есть ты сразу так. Молодец, ты же молодец, молодец. Значит, Евгений Рязанов пишет вот что. Дим, твой стиль... Ну, на ты, наверное, знакомый. Твой стиль текстов легко узнается, да и музыка тоже. Он у тебя изначально был таковым или как-то в течение времени формировался. Я представляю себе, что сейчас расскажет Твердый. Я отдаю тебе микрофон. Как формировался твой стиль музыки? Я бы не сказал, что он формировался. Скорее, он рождался сам собой непосредственно в процессе жизнедеятельности. Это неужели все? Я ждал более развернутого ответа. Нет, ну, если больно развернутый ответ, то это можно несколько томов, типа, критики чистого разума и так далее. Так я тебя этого и жду. То есть вы хотите, чтобы я сегодня покритиковал? Вы нет, это я хочу. Ну, смотрите. На самом деле все изначально было очень просто. Постпанк, все дела, жуй, кюре и все такое. Систерс оф Мерси, такие группы, если кому-то эти названия что-то говорят. Потом появилась гражданская оборона и группа Аукцион. Ну, наверное, из сплава, если так выражаясь, если подходить к этому как бы понятным языком, то, наверное, в принципе, за рождением моего творческого пути это и есть сплав постпанка какого-нибудь английского. И вот этих групп, таких очень странных, с одной стороны, аукцион ни в какие ворота вместить нельзя, с другой стороны, сибирская волна, она тоже достаточно своеобразная. Это вот теперь более развернутый получился ответ. Ну, можно сказать, да. Ну, ладно, да. Опять же, корни спрашивали о корнях. Роман Филиппов пишет, опять понесло. Не, не понесло пока, подожди. Это еще только начало. Я все-таки жду, когда его понесет. Я всякий раз на это сильно рассчитываю, потому что с этим человеком всегда интересно подискутировать. Есть о чем. Еще один тогда вопрос. Ну, этот вопрос связан, скорее всего, с твоим мировоззрением в принципе и отношением к творчеству в целом. И этот вопрос завис у меня еще с прошлой нашей встречи, и для меня это важно. Я надеюсь, что важно не только для меня. Что касается оригинальности творчества. Ты за оригинальность творчества и за самобытность творчества. Я за самобытность. Да, тебе вот, да, хорошо, ладно. Не за оригинальность. Бог с ним. Если ты рассматриваешь слово оригинальность как слово с негативным значением, ладно, уберем его. Тогда за самобытность. Что такое самобытность в таком случае? Объясни, пожалуйста. Прежде всего, самобытность — это когда человек не пытается себе установить какие-то рамки, которым он должен соответствовать. Например, вот я играю там постпанк, вот такой ритм, такая одежда, такие тексты, такая манера поведения. Я прежде всего выступаю за то, чтобы человек прежде всего оставался собой. То есть самобытность — это вот и есть. Самобытность. А если он остается собой, когда играет вот то самое, как ты сказал, по школе, по классике, и при этом остается собой, ему это нравится? Вряд ли. Почему же? Я таких людей не знаю. Они потом как выпьются, а мы начинаем разговаривать. Эх, блин, вот если бы вырваться за пределы этих закосневших, типа этих заплесневевших. Все равно люди хотят выразить что-то свое все время. Вот здесь, Соня, как интересно, в нашей с тобой беседе возникают новые ветки разговора. Екатерина Сильвер пишет. Семен, вы не знаете Рому Филиппова? Вот так разочарование, пишет она. Чуть не приспала эфир, твердый ура-ура. Как же радостно видеть любимых классных музыкантов в прямом эфире, пишет Екатерина Сильвер. Вы знаете, Екатерина, я никогда не стесняюсь признаваться в том, чего я не знаю. Я всегда применяю в данном случае очень хорошую, очень китайскую, да, очень хорошую китайскую мудрость. Можно остаться дураком до тех пор, пока не спросишь, всего на пять минут, или на всю жизнь, если не спросишь. Да, я пока не знаю, кто такой Роман Филиппов. Пусть Роман на меня обижается сколько угодно, но так сложилось. Я могу рассказать. Вот, если ты расскажешь, я о нем узнаю. Но, опять же, при всех объемах музыки и объемах наших контактов далеко не все возможно охватить сразу. Итак, Дмитрий твердо рассказывает о том, кто такой Роман Филиппов. Роман Филиппов как раз самобытный очень автор-исполнитель. Но он часто известен как аккомпанирующий гитарист. Он Олегу Медведеву аккомпанирует, и много кому еще. Сейчас называешь очень много известных фамилий. Кроме всего прочего, он хороший гитарист. Хорошо. Но у него есть очень хорошие и достойные не просто внимания, а внимательно их нужно слушать песни. То есть, если вот наши песни, их можно невнимательно слушать, в принципе, потому что мы, это танцплощадка по большому счету, то Рому нужно слушать внимательно. Максим Зверев пишет, твердо опять заговорил Семена про связь, забыл сказать. Нет, Максим, это вы все проспали, про связь я уже рассказал. Вы, видимо, позже подключились. Что касается «Знаем, не знаем», знаешь, какая штука интересная. Я сейчас, если бы Екатерина, ну, Сильвер, та, которая, могла бы мне ответить честно, знаете ли вы, кто такая Алена Романова, и она сказала бы «Да, знаю». Я бы тогда, наверное, почувствовал себя еще более престиженным от того, что я не знаю Романа Филиппова, но я почему-то убежден, что Екатерина не знает, кто это такая. Поэтому всего знать не важно. Хотя Алена Романова, она роскошная, конечно. Потрясающе. Это опять же разговор о том, можно ли всех и все знать. Не всегда, к сожалению, это возможно. Если Роман Филиппов действительно такой классный музыкант, я обязательно его послушаю. Обязательно. И вот тогда я точно с гордостью могу сказать, смогу сказать, да, я знаю, кто такой Роман Филиппов. И мне будет приятно от того, что я познал что-то новое для себя. Это новое, возможно, станет открытием. Почему, собственно говоря? Ромка известен тем, что играет вокруг доли, пишет Евгений Рязанов. А что такое играть вокруг доли? Покажи, как это. Наверное, это вокруг судьбы играет. Не знаю, играет вокруг доли. Ну, доля человеческая, судьба, все дела. Играет вокруг судьбы. Ну, как всегда, твердый. В общем, одним словом, сегодня здесь тут как тут. Простых ответов и ответов, которые можно осмыслить, сразу не ждите сегодня. Готовьтесь к тому, что много интересных хоккевоков сегодня будет. Записывайте. Записывайте, за ним надо записывать, это правда. Что дальше теперь будем? Новая песня называется «Падай медленно». Это опять же с Лавсана, с альбома? Не, не с Лавсана. Вот эти совсем новые песни. Они даже еще в Лавсан не входят. Их даже нет там, боже мой, какой сегодня. Их вообще нигде нет. То есть ты сегодня делаешь такой роскошный подарок нам всем. Постновогодний. Спасибо тебе огромное. Как всегда, живой звук в программе «Живые» здесь сегодня тут как тут. Погнали. Пистоны мокрые от слез. Ты начинаешь и не всерьез. Кто любит воду с чешуей, Кто-то венчается с тобой. Падай медленно, чтобы быстро взлетать. 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 Придется поле распахать, Чтоб вновь нас возлюбила мать. Падай медленно, Падай медленно, Чтобы быстро взлетать. Падай медленно, Падай медленно, Падай медленно, Чтобы быстро взлетать. Ты стоны мокрые от слез, Ты начинаешь всерьез. Спасибо тебе за эксклюзивную премьеру практически. Это еще, так понимаю, даже не входящая в новый альбом песня. Как я понимаю, написано совсем уже после того, как вышел альбом, верно? Нет, они как бы все друг с другом взаимосвязаны, но не все они сразу входят в альбом. Послушай, а когда вышел альбом? У него сложная судьба. Ну, как и все в твоей жизни. Он был записан за пять часов и выпущен где-то через две недели. А потом еще дописывались отдельные инструменты всякие, голоса, перкуссии, всякие звуки с разных сторон. И вот вышел он в таком виде, в котором в окончательном он есть. Он вышел 31 декабря 2015 года. Слушай, даже вышел он в тот день, когда ничего выходить уже было не должно. Вот один только входит. Выходит через 14 дней. Обычно. Ну, уже после того, как все заканчивается. А у тебя 31 декабря альбом вышел. Ну, надо же, какое счастье. Спасибо тебе большое. Вот такой вот подарочек. За твой подход. Так сказать. А где альбом-то сам? Мы его еще должны оформить в формальные эти самые диски. А, он еще даже не напечатан. Он в интернете есть уже. А. Диски-то они играют роль сувениров, по большому счету. Артефактов. Хорошо. Тогда я тебе сейчас хочу высказать претензию прям нафиг сразу. Давай. Альбом уже в интернете. Ну. Что, ну? А радиостанции тебе зачем? Так я же это... Что? А у вас есть, кстати, одна песенка. Я только не знаю. Может она потерялась, конечно. Где? У вас есть. Да у кого? Я даже у вас, у Чехова ее исполнял на его этих посиделках с Чеховым. Где? И он ее ставил здесь. А что мне-то ты не прислал песню? Да я присылал. Да ладно. Может что-то запуталось все, просто перепуталось. Ну ладно. Да? Ну ладно. Посылал на Google Mail. Ничего не помню. Все потерялось. Ну ладно. Не помню. Ну просто я ко всем музыкантам обращаюсь, которые слушают программу и обижаются, когда я ее не читаю. Я готов читать все, но огромное количество письм, могу что-то промахать. Вы не стесняйтесь повторяться, не стесняйтесь напоминать о том, что эй, там, Чайка, вспомни, пожалуйста. Да нет. Дело такое. И так далее. Правда, объемы очень большие, на самом деле. Вот тот же Роман Филиппов, он не отстает. Ты что думаешь? Он тут все время, он теперь уже, думаю, не уйдет сегодня. Он мой старый друг. Я понимаю, и совершенно справедливо. Молодец, что не отстает. Отличный звук. Пятерка всем виновна. Вот я Роману хочу сказать, он, видимо, не постоянно слушает, в принципе, радиостанцию под названием своя радио. Программа «Живые» тоже. У нас всегда отличный, извините за нескромность, звук, просто потому что мы на эту ставку делаем большую. Это, во-первых… Нет, не так. Ставку мы делаем на это отдельно. Во-первых, у нас замечательные звукорежиссеры. Давайте так. Во-вторых, мы делаем на это ставку. Сегодня здесь, за звукорежиссерским пультом Юрий Панфилов. Вот поэтому у нас и звук замечательный. Но еще есть один важный момент, я об этом никогда не забываю сказать. Ни один звукорежиссер ничего путного не смог бы сделать, если бы музыканты играли мимо доли. Копирайт Филиппов. Вот, если бы музыканты играли плохо, тут еще нужно, чтобы звукоизвлечение было достойным. В данном случае все совершенно роскошно. Надо долю обволакивать. Да-да-да, вокруг доли нужно красиво ходить. А вы это делаете замечательно. Знаешь что, мне стало дико интересно. Вот сейчас вдруг неожиданно глядя на тебя, я понимаю, что у тебя какая-то лукавинка сейчас в глазах. То ли ты ждешь от меня какого-нибудь подвоха, не дождешься, это совершенно бессмысленно. То ли у тебя есть что сказать. Не, ну сказать-то у меня всегда есть чего. Ну так скажи уже. Ну я сегодня просто сюда приехал после работы, а работаю я в медиапространстве, в мире новостей можно сказать. И поэтому для меня... Понимаете, в чем все дело? Вот я вот смотрю на людей и вижу медиа-объекты. А для того, чтобы увидеть просто человека, мне нужно, так сказать, еще прийти в себя. Поэтому я еще в процессе прихода. Ах, так вот что в твоих глазах сейчас. Ты еще пока не... У тебя еще приход не случился. Я понял. Понял. Просто я все думаю, что же у него там за лукавинка такая вот, какая-то странная в глазах. И жду от тебя чего-то все время. Знаешь, такое ощущение, что... Вот я смотрю на тебя сегодня уже сколько? 33 минуты. И ощущение такое складывается, что ты чего-то хочешь сказать, но почему-то и не сделал это. Не, ну на самом деле, а что говорить-то? Я все... На самом деле я весь в песнях. Это тоже хорошо. Концерты когда-нибудь в ближайшее время можно будет лицезрить? А вот, кстати, насчет концерта у нас... Я же тебя так тонко выводил на эту мысль. Слышь тебе все вот... Ну, давай уже. Не, ну это уже просто получается. Теперь-то уж, конечно, просто мне вопрос в прямую пришлось задать. Ну, в общем, у нас 29 января будет непривычный для нас такой формат. Квартирник. Угу. Вот. 29 января у всем известного... Риша-то и не знал еще. Сереги Добрера такого на Теркизовской. Ну, если вам, ребята, это на самом деле будет интересно, то у нас информация в сообществе есть об этом. Я думаю, свое радио перед концертом напомнит об этом. Легко, легко. Не забывайте присылать афиши. Опять же обращаюсь к музыкантам. Друзья мои, мы для вас и работаем, ради вас и работаем. И сайт у нас есть, для того есть масса возможностей. Присылайте афиши ваших концертов. Не забывайте, пожалуйста, что мы это делаем с радостью и удовольствием. И более того, для того мы и работаем. Будет афиша, будет размещена, само собой. Ну, вот 29-го будет квартира. У Добрера. Да. Чудесно. Это для тех, кто захочет, может быть, пойти посмотреть на вас лично. Ну, так вот. Сблизи. Глянуть прямо глаза в глаза, что называется. 4647 – это короткий номер для СМС. К ваших началах свои, пробельщик, а дальше ваше сообщение. Опять же, можете эти сообщения определенным образом, ну, как бы сказать, преподносить красиво. Да. Вот с твердым нельзя просто разговаривать. Ему надо как-то красиво преподносить. Он сам витиеватый достаточно в выражениях, велеречивый человек. Вот. И с ним, мне кажется, на таком же языке нужно разговаривать. Вот Сергей Малявин пишет привет сегодня у своего просто фестиваль какой-то. Три класснейших коллектива в один день. Башаков, Плотников, Курара. И вот тут как тут. Ну, Башаков, Плотников сегодня были в дневном эфире в качестве гостей поговорить. Курар тоже забежали за 10 минут до конца своего времени. Заблудились они где-то в Москве, не могли вовремя. Ну, ничего, 10 минут, в принципе, хватило для того, чтобы Сергей Малявин об этом напомнил нам. Ну, а вот сегодня в живых, причем живое исполнение, днем-то там не играют, просто разговаривают и песенки с пластинок, что называется. А теперь вот тут как тут. Смотри, как радостно встречают вас. Рад вас слышать и видеть, дорогие мои телеслушатели. Спасибо своему радио, кстати. Вот. Ну, за это тоже спасибо. Давай петь дальше. Чего это будет? А вот сейчас будет как раз песня из альбома Love Sun. Называется «Разлюлимая малина». Ну, в этом весь твердый. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Напомню, здесь сегодня тут как тут. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Один на одну люблю и коню АПЛОДИСМЕНТЫ Вот кто тут здесь сегодня Напоминаю Дмитрий Твердый Лидер этого коллектива Человек неординарно мыслящий И неоднократно мы уже пересекались По разным причинам В том числе и в программе Который уже раз тут как-то в живых-то? Не помню, третий? Третий. Третий раз. Третий приход. Ну, приход случился, знаешь, как бог троицу любит, на самом деле. У нас же есть традиция, как только коллектив выпускает новый альбом, мы его снова ждем в программе. Ну, чего играть в старье, понимаешь, да? Ты понимаешь, вот молодец, ты понимаешь, оцениваешь. Может быть, это для музыкантов каким-то стимулом будет. На самом деле, альбомы надо выпускать. На самом деле, ведь что после нас остается? Песни и дети. Тлен. Песни и дети — это не тлен. Нет-нет, ну, так говорят, после нас остается тлен. А уже если иметь в виду духовный рост... Это они вводят вас в заблуждение. Какой это альбом по счету, скажи, пожалуйста? Вот тут как тут? Да. Третий. Третий? Мне казалось, больше. Не, ну, там много всяких шизофренических выходок было, конечно, но альбом третий. Подождите, а ты что называешь шизофреническими выходками? Ну, всякие концертники там. Просто я помню, по-моему, пять штук я держал в руках как-то. Ну, там, может, ты держал еще всякие старые всякие вещи. Может быть, и пить. ТКТ — это другой проект. А, то есть ты имеешь в виду, что ты разделяешь эти вещи? Конечно, это разные совсем. Ну, подожди, давай ты ко мне объясни тогда разницу. А то я туповат, не понимаю разницу. Ну, ТКТ — это дань моему детству. Там постпанк такой, тяжелая музыка достаточно, гитарная. А тут как тот, эта танцплощадка 70-х годов. Ага. Ну, я сейчас, может, тебя обижу, но я, в общем, разницы особо не заметил. В плане тяжести. Не, а я на самом деле... Что там, что там, интересно, да? Я на самом деле не обидчиваю в этом смысле. А что, обижаться-то это? Я их всех люблю. Хорошая музыка и хорошая. Я их всех, да, люблю. Вот, и замечательно. Если, я так понимаю, твой альбом 31-го числа был выпущен, потому что именно в этих числах десятилетие коллектива, правильно? А, 10 лет тут как тут было 13 ноября, а концерт был 4 ноября. 13 ноября. Альбом вышел 31 декабря, но будем считать, что чуть-чуть сразу. Ну да. За юбилеем коллектива. 10 лет — это достаточный срок. Кстати, что касается этого юбилея. Ты вообще в цифры веришь? Ну, как... Ну, 13-й там мимо пройдешь. Ну, я обращаю внимание, конечно, на цифры. Ну, так, чтобы прямо верить, я не верю в сны, в цифры и прочие вещи. Ну, что такое 10 лет? Что такое десятка? Ты знаешь, на самом деле, вот, перед концертом меня накрыло. То есть, я вот так подумал, 10 лет. То есть, например, в 2005 году я был абсолютно другим человеком в смысле своего, скажем так, социального статуса. То есть, я был вообще... Ну, я даже не буду озвучивать прямую, каким я был. Ну, а сейчас у меня двое детей, жена, там, и все дела. Семья, которую я очень люблю. То есть, за 10 лет. И все это вместилось в тут, как тут, понимаешь? То есть, тут, как тут связано, кроме творческих всяких и тусовых всяких дел, еще связана еще и личная жизнь, которая... Наладилась. Нет, она и была хороша, но это стало уже, так сказать, нормальной, человеческой. Хотя бы, с другой стороны, ну, что, ну, все хорошо. Ну, ты знаешь, я бы сильно удивился, если бы ты остался таким же, как ты был 10 лет назад. Мне кажется, любой человек, здравомыслящий человек, развивающийся человек, за 10 лет сильно меняется, в лучшую сторону. Слушай, нам интересно, что у меня здравомыслие накатывало такими периодами. То есть, до того сумасшествия у меня уже было здравомыслие, а потом началось сумасшествие. А, то есть, нам ждать прихода опять? Да нет, я думаю, все нормально, сейчас уже все хорошо. Да слава богу, когда было плохо? Творческий человек, мне кажется, он живет тем, что ему, когда плохо, он делает сознательно, чтобы стало хорошо. Творчеством своим. Ты же пишешь песни, я так понимаю, в любом случае, отталкиваясь или исходя из чего-то, не просто так на пустом месте, верно? Рождается та и... Вот разве не малина, она от чего вдруг появилась? Что послужило? Вообще, песня рождается достаточно просто. Ты берешь гитару... И сочиняешь песню. И сочиняешь какую-нибудь... А, вот такие штуки ты любишь, я знаю. То есть, песня рождается вот из такой ритмических всяких словообразований, а потом уже пишется текст, а текст пишется, как клубочек разматывается. Ты хватаешь за какой-то, за конец этого клубочка какую-то фразу, а потом он дальше уже сам разматывается. А, знаешь, теперь я понимаю, как родилась песня «Ребембахарамамбурум». Судя по всему, просто потом стала лень переводить ее на русский, вот так она из этих... Разглубленного, всех штук и... А, в общем, оригинальный ход. Я думаю, тебе стоит написать что-нибудь подобное и побить наконец-то. Да у меня есть, но это же как бы уже... Чего? Зачем? Это уже пройденный этап. Ах, так это уже в прошлом. Конечно. А у кого-то это в настоящем. Слышишь, люди живут в прошлом. А твердый растет, не стоит на месте. Это круто. Я сейчас без иронии, правда. Давай петь дальше. Ты обязательно предупреждай, когда будет новая песня. А вот снова новая песня, как раз из альбома, который называется «Love Sun». А песня называется «Что там, что здесь». Если кто поймет, вот тут у нас всякие эти вот такие немного грустные события. И в конце прошлого года, связанные с группой Моторхед, и сейчас вот тоже случились. Эта вот песня как бы об этом. Ну, надо напомнить, что сегодня тут как тут презентует свой альбом «Love Sun». Эта песня совершенно новая. Как всегда, живой звук программы «Живые». Погнали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что там, что здесь, что там, что здесь. На шинелях ни креста и ни звезды победили. Были дорог, сопротивление, подсознание. Сексуальные суды враг повержен на горох и на колени. Что там, что здесь, что там, что здесь. Что там, что здесь 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 Просыпайся Через сито бытия на свободу Отпустили нас досрочно, но отныне Будем вместе ты и я неизбежно, неизбывно, если точно Что там, что здесь, что там, что здесь, что там, что здесь, что там, что здесь Что там, что здесь, что там, что здесь, что там, что здесь Ждали правду Обвалился потолок Дальше больше Все встрелы и приказы взяли в руки Будет лишним, кто не смог Он погибнет Но, конечно же, не сразу Красиво, чертально И актуально Как бы, может быть, и тема была грустная Я имею в виду не тема, а поводы Но все же спета с оптимизмом Кажется мне, что жизнь продолжается И чего уж там, собственно Я, кстати, забыл совсем В самом начале, еще до Два часа назад, получается, еще Задолго до эфира Олег Панков Написал следующее Передаем большой привет от соратников шоколадной фабрики С нетерпением ждем эфира А Таня Шишкова пишет Всем привет, всегда рада послушать артистов шоколадки в живых Как тут люблю давно, жду эфира Вот что касается артистов шоколадки У вас что, с Сабельфельдом какой-то кабальный договор подписан? Сабельфельд у меня просто кум А-а-а Тогда понятно Я просто не знал, на самом деле Мы с Женькой давно и много, и плотно общаемся Я не знал, что есть такая форма артиста шоколадной фабрики Там сформировался некий пул уже артистов, да? Ну, можно сказать, так, да А кто туда входит, так что понятно? Ну, вот наша вот вся эта вот такая тусня, типа Недра там, ключевая Ага Господи, как тут Как тут Кто у нас еще? Дерево есть, Калигаевское Кто у нас еще? Ну, давайте Часто упоминаешь всех Я всех Всех, так сказать, не упомнишь Ну, ведь шоколадная фабрика, это, так сказать, центр сейчас нашего всего Да, это филиал Андеграунд Я понял, да В хорошем смысле Нет-нет, это всегда приятно Да, ты можешь Трижды три А я так вообще главный строитель там, в этом клубе Строю там, да Ну, там же, по-моему, все закончено уже, или нет? Нет, еще половина не закончена Да? Дайте денег Нет, ну, это понятно Реклама, реклама, реклама Дайте денег на строительство шоколадки Нет, это правда Я готов, собственно говоря, подписываться под этой историей Потому что нужно достроить, достроить шоколадку Я понимаю, что, ну, как, ты говоришь, я там все строю Мне кажется просто, что тебе не по статусу заниматься строительством Ты все-таки человек, который имеет прямое отношение к руководству Давай так сказать Частично очень, да, очень Ничего себе частично Ну, я же заведую только именно те, кто пришли частью То есть это одна треть или одна, там, двадцать пятая часть, не знаю Ну, а Лена что, тоже строит, строительством занимается? Лена там построила, столько кирпичей выложила А, ну, тогда да, тогда ладно Тогда не вопрос Я просто думал, что все-таки есть у вас, как у нормальных людей, распределение Мы там месим цемент Отлично Вот посмотрите на нас, музыкантов, которые работают там Целый день работают, а потом занимаются музыкой Ты тоже строишь там, что ли? Я строю сознание масс Ох, опять он блеснул Я сейчас имел в виду, строишь ли ты, участвуешь ли в ремонте? Летом, да, я строил балкон Замечательно В общем, если у вас есть небольшие средства Хотя бы небольшие, помогите Шоколадки уже достроятся до конца Место чудное Они в Кремле находятся теперь уже В Кремле, ну, не в том Кремле, в другом Кремле В Москве Но кремляне Кремляне И надо как-то уже закончить там, окончательно закончить ремонт Чтобы там уж совсем стало хорошо и комфортно Несмотря на то, что ремонт продолжается И концерты у вас там идут И замечательно народ ходит Это же хорошо Так, я сейчас почитаю какие-нибудь сообщения Потому что народ пишет Это важно Так Люблю тут, как тут За тот, за этот безмерный позитив Который они несут Серьезные, даже грустные темы В своих песнях они подают так Что все равно чувствуешь при этом радость Пишет Сергей, например По-моему, красиво это, в общем, то, что я и хотел сказать Двумя фразами на предмет этой песни Он выразил в большем красивом таком объеме и мысли Мысль у него родилась более яркая, чем у меня Это нормально Я к этому отношусь, кстати говоря, очень толерантно Хотя слово стало почти матерным уже сейчас Слово толерантность Превратили его в черте что На самом деле 46-47 это короткий номер для СМС Кважь сначала свои, пробельчик А дальше уже все, что хотел бы сказать Тезка твой Константин Твердый Пишет вот, что Круто сегодня в эфире своего Музыка такая, что заслушался, чуть не упал с кресла Как все здорово Жгите в том же ритме Ну, это, видимо, посыл такой, рекомендация Не останавливаться, ритм не терять А гардероб там еще не построили, спрашивает Лиза Гардероб уже построили там или не построили еще в шоколадке? Не до конца Ну, ты в микрофон можешь сказать Да, давай Не до конца Так как были выходные Я вообще там сегодня доехал туда Вот после Нового года первый раз Потому что я же ездил к родителям Ну, понятно, что ты делал, да Вот, поэтому Я даже особо не заглянул туда Ну, такое же посимпатичнее стало Там вешалки рядом лежат С гардеробом рядом Ну, да, да Ну, то есть уже хорошо Ну, там осталось за малым прикрутить и так далее Будет скоро, наверное Ага, секунду Будет скоро или наверное? Наверное, скоро будет Наверное, скоро будет Просто культовое место, шоколадная фабрика Хотелось бы, чтобы там уже все абсолютно было Выстроено, сделано Воспроизведено Потому что туда ходит огромное количество И людей, интересующихся Хорошей, живой, настоящей, честной Что очень важно музыкой Ну, собственно, мы за этих людей тоже голосуем Потому что человек, живущий такой музыкой Все-таки лучше, чем другой А, кстати, что вот ты называешь другой музыкой для себя? Другой? Я, честно говоря, перестал уже рефлексировать на эти темы Ну, что такое другая? Это человек, когда продумал Грубо говоря, есть радостное мироощущение Есть мироощущение продавца Так вот, другая музыка Это музыка продавцов Ну, то есть коммерческая музыка Ну, можно и так сказать, да Но просто понимаешь Формально может быть и рок-музыка Но она будет коммерческой Абсолютно с тобой согласен Тут совсем недавно Вот, как говорит, надысь Был у меня разговор Я принимаю участие во всякого рода беседах С аудиторией Я считаю, что руководители станции И программные директора вообще обязаны общаться с аудиторией Для того, чтобы понимать настроение Понимать их чаяния, скажем так, желания Мне задавали вопросы Почему той или иной группы нет в ротации Ну, одних нет Потому как не нравятся они мне по определенным причинам Недостаточно качественно, как мне кажется А потом упомянули одного артиста Которого знает вся страна И он вроде бы как достойный артист И вроде бы крутится не на одной радиостанции Не на попсовой А вполне, так сказать, серьезный Но мне как раз его творчество Кажется дико коммерческим Я не буду произносить этого имени в эфире Потом, если хочешь, расскажу тебе за эфир Ну, чтобы никого не обидеть Возможно, это все сделано и качественно Более того, это сделано и качественно Но дух коммерции в этой музыке Он мне вот Как вот заходишь в помещение Где накурено Ты не видишь, что люди курили Но ты чувствуешь этот запах Вот так же точно ощущение у меня от этой музыки Она вроде бы хорошая Но душок коммерческий в ней есть И я ничего не могу с собой сделать Я не могу себя заставить Посмотреть на эту музыку под другим углом Вот застрели меня, не могу и все Ну, а еще Музыка делится Еще и хорошая музыка Делится на рок-н-ролл и рок То есть из 60-е, из 70-е Это истоки на самом деле Груво Рок-н-ролл он такой Так А рок он такой Сейчас он сделал все возможное Чтобы его увидели те, кто смотрит И не поняли те, кто слушает просто Рок-н-ролл он покачивался сейчас слева направо А рок вперед-назад А, ну и есть Подожди, нет, секундочку Если к этому относиться предвзято И иметь в виду твои покачивания Как некое фрикционное движение То я понимаю, что такое рок А если иметь в виду твои покачивания Как болванчик слева направо Вот эти вот, да? Нет, я не просто покачивался Я вот так покачивался А тут все равно делал фрикционное движение Ну, я понял В общем, игра в секс с той или с другой стороны Но с разным напором С разным грувом С разным грувом Скачем Согласен Согласна ли с этим Риша? Единственная девушка в коллективе Я не очень понимаю Ну, по улыбке судя Да, согласна Давайте сокроем сейчас чем-нибудь клевым Что это будет? Опять-таки будет новая песня? Да, это будет как раз заглавная Можно сказать, песня альбома Она так называется Love Sun О, ну естественно, как же так Но в любом случае Я сейчас сообщаю тем, кто может быть не в курсе Мы после этой песни прервемся ненадолго И после этой паузы Еще на целый час вернемся обратно Погнали Как перелетные ветра Нас носят наши мысли, песни Динамика, наш главный козырь Ни дня на месте Ни дня на месте Love Sun Love Sun Love Sun Love Sun Love Sun Love Sun И все привязки ни о чем Пока все не охватим верой Диалектический подход Едино мера Едино мера Лавсан, лавсан Лавсан, лавсан Лавсан, лавсан Лавсан, лавсан Лавсан, лавсан Ла-ла-ла-ла... Всегда достаточно начать, Чтоб больше никогда не кончить. Отныне и навеки здесь Любовь и солнце, любовь и солнце. Любовь и солнце, любовь и солнце. Субтитры сделал DimaTorzok Как перелетные ветра Нас носят наши мысли песни Динамика наш главный козырь Не дня на месте Ну давайте продолжим Напомню, сегодня здесь «Тут как тут» В презентациях нового альбома Новые их работы Третий альбом по счету Серьезный, номерной Называется «Лавсан» Понятное дело, что сегодня не все песни из этого альбома поются Без хитов проверенных И хитов уже давным-давно полюбившихся Дело не обходится Но и новые песни звучат, естественно, в качестве призыва Всем вам послушать этот альбом Приходить на концерты Ну и, естественно, радоваться тому, что группа живет Группа растет, группа развивается Группа не стоит на месте Пауза была долгой Поэтому надо начать с песни Что это будет? Это будет, так сказать, тоже проверенный временем хит Который называется «Экспедиция особого настроения» На который очень любит реагировать Чехов, который у вас тут работает Трудится и все такое Ну, хорошо, что мне напомнило о том, что Чехов у нас работает Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые» Здесь сегодня «Тут как тут» Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Экспедиция особого! Поставь меня на карту, дорогу покажи! Я знаю место старта над пропастью во ржи! Оставь три папировки и можешь улетать! А утренние розы вина пить и допивать! Э-о-о! Э-о-о! Экспедиция особого настроя! Э-о-о! 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 Экспедиция особого! Учитель из-под вала давно молчит, а ты стал водителем самосвала! Везущего мечты постановление центра! Держаться до конца и не бояться ветра дыхания отца! Э-о-о! 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 Экспедиция особого настроя! Э-о-о! Э-о-о! Э-о! Мы выбирали камни из кучи роковой И разбивали ставни домов, где жил герой Он знал, кто мы такие, обиды не держал На времена злепые идёт тьет и волны Экспедиция особого настроения Экспедиция особого на Европа Вышла в топы через попы Вышла в топы через попы Вся Европа вышла в топы Спасибо за исполнение старых проверенных хитов Это тоже очень важно Особенно тем, кто любит группу Как тут? Тем, кто слушает и является поклонниками Не фанатами, а поклонниками Это всё-таки разные понятия Вот Сергей Маляин пишет Запилы Риши на виолончели Меня в какой-то транс погружают Ну да, запилы классные Но тут есть один нюанс Причём нюанс важный Я это выяснил для себя буквально в паузе Между первым и вторым часом Риши, иди-ка к микрофону солнца моя Рассказывать будешь сама об этом Чтобы я не был передатчиком нехорошим, неправильным Насколько я понимаю Если я правильно понимаю Ну, как минимум Риши Уж не знаю, как остальные Играет сегодня Без особых репетиций Вообще, так изначально было в этой группе Так сложилось Тут все так играют на самом деле Да, тут все всегда всю жизнь играли Без репетиций И импровизационные Собственно, я тоже всю жизнь играла здесь То есть то, что ты играешь Ты играешь даже, я так понимаю Ну, если слышала, может, один раз до этого Да, бывает то, что не слышала Бывает то, что слышала Но я все равно играю по-другому Потому что у меня сегодня на стороне В прошлый раз Помнишь, когда мы были здесь в прошлый раз Она эти песни слышала первый раз То есть она не приходила на репетицию Она просто пришла и сыграла Да Вот если вам интересно Послушайте запись 14-го года, ноября И сравните И меня первый раз видела вообще А Дюша тоже, кстати, пришел и сыграл Со второй репетиции Две репетиции, да Но тогда объясните мне Как это у вас, извините, получается На самом деле Слушай, мне вот очень Это же... Давай-давай, говори Ну ладно, ну давай Ну давай Ну тогда скажу Ну нет, я хотел сказать, что Это... Они ничего не могут Это конек Это же конек Все все знают Да-да Группа Это же... Успокойся Нет, ну подожди Я вот, например, очень люблю Диму Твердого За то, что я его очень хорошо чувствую Я прекрасно знаю, что он играет И... То есть даже не важно Я даже не знаю, какая гармония Но я знаю, что играть У меня пальцы играют сами Понимаешь? То есть я просто прихожу И вот у меня тут вся любовь и душа Вот она в виолончели Нет, ну это правда круто Понимаешь? Это правда круто, когда музыканты, когда, ну, другие группы говорят, например Мы вот для того, чтобы сыграть в живых целых 4 вечера подряд Репетировали после работы Так, чтобы все было классно, все звучало Эти приходят и говорят Да мы вообще в первый раз слышим эту музыку И играем ее сходу с лед Как у вас извините Нет, нет, мы... Нет, ну сейчас мы... На самом деле, вчера мы даже порепетировали Мы раз в неделю сейчас собираемся, репетируем Но это больше... Понимаешь, репетиция это не какие-то оттачивать музыкальные ходы Это больше для того, чтобы связь поддерживать друг с другом Эмоционально, прежде всего А я вот вчера, по счастливому совершенно случаю Пришла на репетицию в первый раз За очень-очень-очень большое время К ребятам поиграть И только потому, что у меня была в 12 часов утра Репетиция с сперчеллась Потом с ласкалой мы играли акустику А потом... И все эти ребята были на одной базе, к счастью И я пришла к пацанам поиграть заодно с ними тоже Но я играла совершенно другие вещи Потому что у меня было совершенно другое настроение У меня были совершенно другие мысли Я играла вообще о другом А сегодня я играю совершенно о другом А тут как тут же Это была первая такая, типа, рок-группа в твоей жизни Да Это грубо не рок, а буггер-группы Я с ними всю жизнь Мы вырастили девочку Выпустили в мир Мы вместе с ней с 2008 года Гениально Ну, в общем, что сказать Я, честно говоря, в легком шоке Потому что неожиданно для меня это было Мне всегда казалось, что... Хотя нет, что я тут буду казаться? Все они уже объяснили Импровизация в чистом виде И причем импровизация такого порядка Это дорогого стоит, правда Надо петь дальше чего-нибудь Спасибо лишь большое О! Чего это будет? Это будет песня, которая называется Кармополись Угу Это песня тоже с нового альбома, я так понимаю Да, с нового Но я думаю, ее в прошлый раз ты... Ну, только надо... Ну, да, надо напоминать, что это новый альбом Лавсан Да, это новый альбом Лавсан Но песню эту мы уже играли Но это новый альбом Как всегда, живой звук программе Здесь сегодня тут как тут Погнали! 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 Лавсан Играют гимн потерянных вождей И некому смотреть на все заваленные вехи Нам крутят вновь эрхивы вокруг смеха А дети нюхают цветы и клей Корма, полись, карма, полись Корма, полись, карма, полись Корма, полись, карма, полись Я и не хочу вам говорить, о чем мы продаем Си, мы песенки поем, потом смеем Си, в тусок и за стеной на столе Опять друзья без зла поставят вечные пол-литра Все будет просто, хоть реально хитро Вот так мы проживаем, прожигаем Проживаем, прожигаем на земле Корма, полись, карма, полись 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 И вновь прости Уже привыкли, впрочем Смеемся на какой-то низкой ноте И распеваем тему ни о чем Василий вновь соединяет публику с Алешей И Павлик будет в принципе хороший Но каждый остается при своем Пьем, 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 пьем И морды пьем Корма, полись, карма, полись Корма, полись, карма, полись Корма, полись, карма, полись Корма, полись, карма Марминь, мора, 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 мора Корма, полись, карма, полись, карма, полись Корма, полись, карма, полись Корма, полись, карма, полись, карма, полись Риш, только не говори, что это опять была импровизация. Или импровизация? Все же импровизация. Ну? Я же тебе говорю, я все равно по-разному играю. А вот сейчас что заставило тебя сыграть именно так? Я так почувствовала. А в следующий раз ты почувствуешь по-другому и будет по-другому. Самое интересное, что я пою каждый раз по-разному. Ну, тексты хотя бы те же. Не, ну, тексты те же, но вот Барманчук-Барманчак может быть очень разное. Ну, и интонирование разное. Ну, Барманчук-Барманчак это очень важная часть песни. Я понимаю, что, в принципе, если это, не дай бог, не так изменить, то... Да, дорогой мой сундук. Он врет. Он врет. В чем врет-то? Он и тексты может посередине песни новые впихивать. И первая песня была про целлофановые сны. У нее всего три или четыре оригинальных куплета. Так их штук восемь. Можно вот... Есть какие-то записи концертов. Не, ну, это вообще, об этом даже говорите не надо. Не надо. То есть, почему не надо? Ну, иногда я забываю тексты и придумываю новый на ходу. Ах, даже... Осмысленно. Не Барманча-Барманча. Да, он текст. Поэтому куплетов новых много. Я теперь наконец понял технологию твердого. Если он вдруг запил Барманча-Барманча, в этот момент пропевая уже привычные для его губы... Он думает над новым текстом. Если вы вдруг услышали на концерте где-то в каком-то непривычном для себя месте Барманча-Барманча, знайте, что сейчас будет Буриме. Он сейчас будет на ходу сочинять новый текст и вставлять его в эту песню. Это будет супероригинальное и абсолютно премьерное эксклюзивное выступление. Правильно я понимаю? Не, ну вы же видите, я не зря положил перед собой этот талмуд. То есть там Бурманча-Бурманча в нужном порядке? Не, Бурманча-Бурманча не надо ничего записывать. Оно и так приходит. А тексты нужно же иногда, так сказать, которые люди уже привыкли, спеть все-таки. Что ты хотел сказать? Я пришел. Что? Бурманча пришла. Ты Бурманча. Как, кстати, скажи мне, дорогой мой, я к сундуку обращаюсь, как ты-то тогда в таком случае, если четыре куплета, которые ты знаешь, и вдруг он еще четыре придумывает, тебе же бэк-вокалить, ты как это все делаешь? Десять лет. Понимаю. А вот я, между прочим, иногда удивлялась, как вроде новую песню играем, когда Дима прямо говорит на концерте, а сейчас новая песня, открывает свою тетрадочку и начинает петь. И тут сундук начинает петь. Вот я и говорю, как это ему удивляет. Я тоже удивлялась. Не знаю, он, видимо, тоже чувствует. Мы здесь все связаны одной цепью. Сегодня открывается для меня еще больше новых, совершенно неожиданных вещей. Это еще одна такая потайная дверь сознания. Мы пытаемся показать человечеству, что можно жить вот так, на уровне чувств, без всяких этих самых... А вот это что на твоем... Так, секундочку, переведите мне вот то, что он сейчас имел в виду. Что на его языке вот это вот значилось? Ну, как люди друг друга все время пытаются обмануть там под это самое, под это, подсидеть, развести. Понятно. Но я сейчас буду, пока будешь петь дальше, я буду обдумывать то, что я сейчас сказал. Я просто хочу сложить для себя это в какой-то пазлик, чтобы эту мысль четко понять. Что дальше с тобой? О, сейчас будет песня... Сегодня же 14-е, да? 14-е, да. Старый Новый год практически, первое число, да? 14-е, да. Вот, мы споем старую песню, которую мы не так часто играем в последнее время. Она называется «Игрушки на елках». Я не знаю. А почему не часто играешь тогда? Может, какой-то есть подтекст в этой песне? Ой, там много подтекстов всяких. Хотя да, что я спрашиваю. Новый год не часто. Да ладно? То есть даже у вас Новый год не часто? Уже вот в последнее время реже. Тяжело просто. Реже, реже. Тяжело, майонезом много. Чумоданствуем, понял, понял. У меня вообще только восьмого елки кончились. Понимаю, понимаю. Потому что майонезная кома у многих до сих пор еще продолжается, кстати. Вот что тут осталось-то еще, может быть. Ну, сегодня последний денечек, и дальше все. Будем выходить из кома. Как всегда, живой звук, программе «Живые здесь сегодня тут как тут». Поехали. Ищи меня в тех ресторанах, Где мухи танцуют в стаканах Со старой подружкой, которая пьет водку кукушкой. Я знаю, у меня нет оправданья, И правду гласили предания. Последние люди и клипсов в салате на плите. Мы отъезжаем, а я не въезжаю, Что ты сказала, по прежнему мало. Игрушек на елке, Ебатадаре, ебатадаре, Игрушек на елке, Ебатадаре, ебатадаре, Игрушек на елке, Вардачу, мара-мара, Игрушек. Такси никуда не поедет, Шофер откровениями бредит, А может, он знает ответы, Фотограф кивает. Пусть и меня сон пойдут дальше, Сегодня я стал много старше, И понял, что смыслом хватает, Да вера прокисла. Мы отъезжаем, а я не въезжаю, Что ты сказала, по прежнему мало. Игрушек на елке, Ебатадаре, ебатадаре, Игрушек на елке, Ебатадаре, ебатадаре, Игрушек на елке, Вардачу, мара-мара, Игрушек. А дети все так же играют, Они что-то вечное знают, Поэтому радость бывает, Тешелая сладость. Мы отъезжаем, а я не въезжаю, Что ты сказала, по прежнему мало. Игрушек на елке, Ебатадаре, ебатадаре, Игрушек на елке, Ебатадаре, ебатадаре, Игрушек на елке, Вардачу, мара-мара, Игрушек. Ой, мама-то memeneta, Ой, мама-то memeneta, Дара-мара-мара, Ебатадаре, старым-дара-мара, Дара-мара-мара-мара, старым-дара-мара, Дам-ададу-дамы. У меня вопрос созрел, неожиданный, наверное, но, тем не менее, если вдруг не захочешь отвечать, не отвечай, конечно, но, тем не менее, не спросить не могу. Понятное дело, что группа тут как тут, так и так, так и так ассоциируется с твердым, но это естественно. Фронтмен, автор песен, автор музыки, в большинстве случаев, как я понимаю. А зритель, например, в концертном зале, я убежден в этом, больше внимания уделяет, во-первых, красивой девушке с виолончелию, ну, во-первых, потому что она девушка, а, во-вторых, сундуку, который ярок и бесподобен, независимо от того, сто человек в зале, тысяча или пять находятся, может быть, он все время в образе, он все время полностью отдается процессу, оттягивая таким образом внимание от тебя, от лидера. Тебя это, как лидера, и как, в общем, шишку основную, да, ну, шишка же в группе кто? Лидер. Не беспокоит никак? Не, меня вообще не беспокоит. Я к тому времени, когда у меня появилась группа тут как тут, уже самоутвердился. А как ты самоутвердился? За счет чего? А я не знаю, за что. Это такое внутреннее состояние, когда тебе уже не надо ничего там доказывать, что-то выпячивать. То есть ты решил, что хватит? Мне нужна группа, вот что я решил. А, и уж теперь ты готов закрывать глаза на то, что внимание не тебе. А что тут закрывать? Она сейчас, группа все равно со мной ассоциируется, ну и ладно. Да, господи. Ну, я же не всерьез сейчас. Не, на самом деле у меня это вообще как бы не... Мне главное, чтобы ансамбль звучал. А и звучит. И все звучит, и все звучит. Все нормально. 46-47. Это короткий номер для смс, квашек, сначала свои, пробельчика, а дальше уже все ваши сообщения. Это могут быть эмоции, это могут быть впечатления, это могут быть воспоминания, связанные, к примеру, с концертами. Это могут быть и нужные, может быть, вопросы какие-то. Что не изменилось в Демке за 10 лет? Что мы знакомы? Где взял гитару, там и концерт. Пишет Роман Филипп. Вот это, наверное, хорошее качество. Это, наверное, хорошее качество, где взял гитару, там и концерт. А как, собственно говоря, к этому относятся родня, ну, близкие твои? Ну, что значит, взял гитару, там и концерт. Положил уже гитару, займись домашними делами, нет? Не, ну, у меня такого противостояния нет в семье. Ну, повезло, значит. Мне действительно повезло. Повезло. Спасибо моей любимой жене. Повезло. И моим маленьким любимым детям. Повезло, когда так все понимается. А, кстати, такой тогда момент, раз уж мы заговорили о любимых, о близких, о семье. Ну, то, что супруг разделяет твое творчество и разделяет твои идеи, это понятно. Раз уж нет никакого возражения. Сколько вы вместе уже? Да, уже 10 лет. Ну, это срок. Срок, говорящий о том, что дальше хуже не будет. Все кризисные периоды уже прошли. Хотя нет, еще через 10 лет может случиться тоже, так говорят. Но этот кризис, я думаю, вы пройдете. Дожить надо еще. Вот о том и речь. Так вот, здорово, когда есть понимание, взаимопонимание, разделение всех этих факторов. Но не кажется ли тебе, ну, как вот сейчас формулирую, не кажется ли тебе, что для того, чтобы это пришло у женщины, у жены, ее нужно в какой-то момент подавить? Ну, обычно женщина требует внимания себе в большей степени, а ты отдаешь большую часть времени творчества. Вы посмотрите на эту группу. Так. Разве здесь кто-нибудь подавлен? Я говорю о ваших отношениях с женой, а не с группой. Группа и жена – это очень такие близкие субстанции. Ах, вот как у вас все поставлено. Очень интересно. Нет, ну, это же семья. Музыкальная семья. Олег понравился в его реакции, когда он на жену среагировал. Он такой, ну, весьма, да, убедительно. Я смотрю на его бороду и понимаю, что еще полслова, и он, в общем, возьмет гитару за гриф. Нет, тут же, вот люди все время все сводят к фрейдизму. Естественно. Что мы, говорит, виноград, чтобы нас давить. Ну, давайте, ребята, сейчас поем. Ты всякий раз, не забывай тебе напоминать, да, сообщи, когда эта песня из нового альбома. Вот, кстати, сейчас будут песни из нового альбома, называется «Вновь пришла весна». Как всегда, живой звук, в программе «Живые» тут как тут здесь сегодня. Поехали. Дата выхода фильма, конечно, известна. В гимнозале опять будет тесно, не беда, что по плану печальный финал. Переделены все, переделены трапши и чужие свои, но чужие все наши. Андеграунд по-русски просто подвал. Весна. Вновь пришла весна. Вновь пришла весна. Вновь пришла весна. Вновь пришла весна Каждый роль на естествое знает Неминуемо снег весь растает В мировой океан убежит без следа Изначально все эти потоки Летника наберет Европы Суть всех наших культур неживая вода Вновь пришла весна Вдоль пришла весна, Вдоль пришла весна. Вдоль пришла весна, Вдоль пришла весна. Тем не менее мы продолжаем, Восслаждаемся вновь урожаем, Погружаемся в спячку до лучших времен. Рефлексируем, чтобы забыться, Тели башен, вязальные спицы Компенсируют наших сознаний разлом. Вдоль пришла весна, Вдоль пришла весна. Вдоль пришла весна Хорошо, хорошо, весны ждем Ты понимаешь, как вот на самом деле я подловил себе на мысль не так давно Начался декабрь и шло дело уже к Новому году Середина декабря, снега нет В общем-то, достаточно тепло на улице И все говорят, тепловые рекорды, тепловые рекорды Верба зацвела, декабрь И мы все думаем, ну вот, наверное, без снега и Новый год отметим Народ воет везде в Фейсбуке Снега нет, снега, что за зима такая Снега хочу, хочу кататься Буквально за два дня до 31 декабря снежочек пошел И как вдарили морозы, и те же люди, по-моему Я не знаю, не замечал, стали сказать Да что ж такое, так холодно-то Откуда столько снега вообще? Что надо человечеству, скажи мне? А вы замечаете, что с появлением социальных сетей Стала гораздо более выпуклая вся эта сущность нытиков проявляться? Абсолютно Причем большинство людей То есть я пришел к выводу, что социальные сети нужны для канализации эмоций масс Я тебе скажу больше, по моим личным ощущениям, с появлением соцсетей и их развитием стало понятно, сколько же у нас идиотов в стране Ну, по моим ощущениям Раньше мне казалось, что, ну, как-то я жил в своем мирке Общались со своими людьми, с теми, с кем близок, с кем интересно Как-то не выползаешь из этого мирка, и кажется, что все хорошо в этой жизни Масса приятных людей вокруг тебя, масса интересных мыслителей, философов Вот таких, как твердый, например Слушай, я бы сказал, даже не идиотов, а эмбицилов Ну, я не пошел бы так далеко Это несколько более серьезный диагноз Ну, бог с ним Вот, с тобой готов согласиться Эмбицил, он нормальный человек, вообще Эмбицил? Да Ну, я, может быть, с тобой бы сейчас и поспорил бы Он в правах не поражен В правах нет В правах он не поражен, к сожалению Кстати, большая ошибка, между прочим, и большое упущение Да, так вот, когда читаешь все это дело, иногда даже те, кто тебе казался раньше, ну, приличным человеком, говоря так уж Вдруг каким-то странным боком поворачиваются и думаешь, ну, лучше, наверное, пройти мимо и сделать, что не заметил Слушай, а я ко всему подхожу так, что, ну, с каждым может случиться Это да С каждым может случиться, сказал он, запивая водой очередную таблетку от поноса Да, может, конечно, действительно, с каждым может случиться, что тут расстраиваться-то 46-47 Это короткий номер для СМС Кваш, сначала свои, пробельчика, а дальше уже все, что хотели бы сказать в адрес коллектива Тут как тут Помню, как еще в старой шоколадке был фест, пишет Сергей Каток И сундук после выступления ТКТ прибежал в малый зал, где выступал Тимофей Яровиков Залез на сцену, сердцу дурака, на всяком случае, залез на сцену и сразу влился и отжигал Очень было круто Но я так понимаю, что сундуку просто не хватило выплеска эмоций на своем концерте Поэтому он пошел к сердцу дурака помогать, как я понимаю Не, просто такое дело, я с Тимой Яровиковым знаком лет 15 Даже дольше, чем с Твердым Да, да, это мои очень старые друзья белорусские и с Аленой Кавковым Кавковым как бы вот, и я к ним ездил всегда и езжу до сих пор И поэтому, ну, пользуюсь случаем, как бы такой товарищ приехал Надо, что, зайти поиграть старых песен любимых Почему нет? Ну, в общем, ты отзывчивый человек Нет, мы дружим, как бы у нас прям тесная хорошая дружба, поэтому мы всегда рады, они всегда рады Хорошо Скажи, пожалуйста, я сейчас вдруг, пользуясь случаем, хочу передать привет родителям Пользуясь случаем, хочу тебе вопрос такой задать, ну, раз ты уже к друзьям так нежно относишься Если вдруг мы когда-нибудь придумаем провести какой-нибудь корпоратив от своего радио И нам нужен будет человек, который разогревает зал Да, не вопрос, конечно, я с удовольствием Спасибо огромное, спасибо, вы все это слышали Если вдруг что, то вы имеете в виду, он это сказал вслух на весь шарик земной Давайте, ребятки, дальше что-нибудь попоем Надо что-нибудь еще О, сейчас будет песня не новая Но она... Ну, хорошая Ну, они все хорошие Понятно Ах ты моя хорошая Сказал он очередную песню Песня называется «Свидетели» Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь, сегодня тут, как тут, погнали Третий путь, предпоследний вагон Выход из облаков пара и пыли Пара и пыли Может, я, может, ты, может, он Кто-нибудь из других, которые были Которые были Свидетелями лучшие дни в году Когда хотелось и горелось Так, может, спрыгнем на ходу Так, может, спрыгнем на ходу Кому, кому, какое дело Кому, какое дело Вот вокзал, вот перрон, вот толпа Нас не ждут никогда И это нормально Это нормально Станем же основанием столба И запишем весь мир на многоканальник На многоканальник Свидетелей тех лучших дни в году Когда хотелось и горелось Так, может, спрыгнем на ходу Так, может, спрыгнем на ходу Кому, какое дело Кому, какое дело Кому, какое дело Мы смешные, ужасные Необъяснимо Необъяснимо Может быть, лишь потом будет так Но мы уже далеко И все же с ними Навсегда Навсегда с ними Свидетелем Лучших дней В году Когда хотелось И горелось Так, может, спрыгнем на ходу Так, может, спрыгнем на ходу Кому, какое дело Кому, какое дело Кому, какое дело Кому, какое дело Свидетели тех лучших дней в году Когда хотелось и горелось Так, может, спрыгнем на ходу Так, может, спрыгнем на ходу Кому какое дело, кому какое дело Свидетели тех лучших дней в году Когда хотелось и горелось Так, может, спрыгнем на ходу Так, может, спрыгнем на ходу Кому какое дело, кому какое дело Насколько я понимаю, остальные музыканты не очень знали, чем закончится песня Судя по всему, это опять чистейшая воды импровизация была Вот именно такой финал, вот такой переход, правильно я так понимаю? Ну, судя по их глазам и лицам удивленным, это было именно так Они, наверное, до конца не были уверены, что так закончилось Потому что, когда рука, ну, скажем, рука Олега поднялась к струнам И потом он понял, что этого делать не надо А вдруг песня еще не закончилась И он так и остался с подвешенной рукой Играть ли ему дальше? Я понял по глазам, что да, это чистая импровизация Вот в этом весь, собственно говоря, тверд И в этом и суть группы тут как тут Времени у нас осталось совсем мало Как это ни парадоксально Осталось-то всего ничего Пролетел второй час еще быстрее, чем первый К сожалению, но, да, но нам в любом случае нужно как минимум еще одну Почему одну? Может, две? Или не готовы? Вы готовы? Хоть, нет, пять не успеем Пять не успеем, но две, я думаю, стоило бы сейчас Одну наверняка из тех, которые заготовили Может быть, одну, опять же, в импровизационном режиме Надо бы исполнить Вот Андрей Архипов пишет вот что Значит, я не пропал и эфир не выключил Просто настроение оно таково, что просто хочется наслаждаться и слушать Он просто не писал ничего Теперь объясняется, почему он ничего за весь эфир не написал Наслаждаться и слушать не отвлекаюсь Очень вкусная группа Напишу банальную фразу Хочу диск Приятно слушать подобную музыку, когда немного грустно Таблетки от грусти Вот мои ощущения Что касается диска, если уж он есть Почему он до сих пор еще не оформлен в болванку И когда это произойдет? Ну, я надеюсь, к концу февраля мы его выпустим Мы хотим коллекционный тираж штучек и так 200 сделать Ну, это что-то, эта коллекция такая получается большая Штучек 200 для себя или для других? Для других, для других, конечно А нет, ну что так мало-то? Нормально Да не, хватит Да что, сейчас это артефакт Не, ну все нужно будет еще потом допечатать А, ну все, тогда и будет Мы еще думаем стареньких поднапечатать, потому что их не осталось А народ просит Ну, вроде когда у тебя вот нет, например, всех А вот это хорошо, ты сейчас подметил Ну, мне, в общем, в принципе, и валок хватает, если честно Ты можешь себе представить, ты можешь себе представить, что такое Если я, допустим, всю свою коллекцию пластинок вот достану из тех коробок, которые у нас в квартире в кладовке лежат Это три, четыре уже больших Стенка Стенка, берется стенка и так заставляется Красиво вот тут можно достать Сейчас ты мне, в общем, везет вам, у вас кладовка есть А у тебя, а у вас все еще гардеробный готов, я понимаю, да Давайте будем петь, еще надо успеть две песни Тогда что это будет следующее? Эта песня, кстати, из альбома «Лавсан» вот Называется она «Кораблик» Ну, народ ее так знает, «Кораблик», а вообще-то она называется «Бытие и труды» Поэтому народу проще называть ее «Кораблик», я понимаю Ну да Как всегда, живой звук в программе «Живые тут как тут», поехали Ура-май-я-я В круговороте вещей мы забываем о ней А на коленях широко раскрыв глаза Сидит начало начал, и пусть и трижды устал Но просьбе здесь уже отказывать нельзя Вечность ощущая однажды Сложишь ты кораблик бумажный Пустишь в лужу талой воды Вот и все, бытие и труды И закружив хоровод, так продолжаем мы год И начинаем новый танец витлечком Да я не вкусный пирог на перекрязьих дорог И добрый доктор видит нас поверх очков Вечность ощущая однажды Сложишь ты кораблик бумажный Пустишь в лужу талой воды Вот и все, бытие и труды Как будто снова мы там И замечательно нам Ветра ласкают звезды ярко В горях и размыкается круг И понимаешь все вдруг С веселой песней обрубая якоря Вечность ощущая однажды Сложишь ты кораблик бумажный Пустишь в лужу талой воды Вот и все, бытие и труды Вечность ощущая однажды Сложишь ты кораблик бумажный Пустишь в лужу талой воды Вот и все Вот и все Вот и все Вот и все Бытие и труды Вот и все Бытие и труды Я так понимаю, что эту песню вы готовили последний спеть Ну да Именно поэтому вот и все А это не то-то было Мы тоже импровизируем Чем мы хуже, Риша? Мы тоже импровизируем У нас есть кое-что для вас Будет еще одна песня Да, но прежде чем мы ее споете Мы ее Вы ее споете Мы, мы, мы Вы сегодня с нами поете Хорошо Прежде чем вы ее споете Мы закончим программу Чего ты, говори Мы споем Мы споем Кто любит эту музыку Кто любит эту группу Мы приглашаем завтра К прослушиванию Хочу я вот Какую тему Даже не тему А скорее так Зацепиться за одну мысль И услышать от тебя Некий ответ на этот счет В музыкальном программировании Есть одна сложность Угодить всем невозможную Да, и когда мы создавали радиостанцию Станцию и свое радио Я всем сказал И по всех своих интервью Что формата у нас как такового нет Мы любим музыку разную Разнообразную Чем она более разнообразная Тем лучше Исключительно Тут не будет никогда Такой глупой Дебелой попсы Галимой, что называется И блатного шансона Во всем остальном Всем, что называется Стилем, жанром Каким бы они ни были Вход к нам абсолютно свободен И вдруг стали возникать люди Которые стали мне в упрек ставить Что очень узкие у нас Слово формат употребляют Они при этом удивительно, конечно Вот не хватает того Не хватает всего Хип-хопа не хватает Электроники не хватает Там этого не хватает Того Но из МС давай в ротацию Ну что-нибудь еще вот такое, да Я сижу, все это читаю И возникает у меня мысль А может ли Человек творческий Своим отношением К тому, чем он занимается Условно говоря Своим пониманием Того, что он делает Угодить всем Ну насчет формата Я могу вас просто сказать А мы Ты можешь отвечать А у нас в эфире Гитарная музыка Нет, не надо мне подсказывать Что отвечать Я знаю, что сказать Вопрос в другом Как бы ты относился к тому Если бы тебя кто-то учил Учил соответствовать всем Учил соответствовать Его личным Мироощущениям Его личному мировоззрению Я же еще в самом начале сказал Наша задача Оставаться собой Я ждал от тебя этих слов Спасибо тебе большое Это в общем и будет ответом Скорее всего Всем тем Кто пытается научить Радиостанцию Какую музыку Этой радиостанции крутить Притом при этом Удивительное дело Человек сидит Подслушает Все время Находится рядом Но постоянно рекомендует Оставаться над собой Правда? Я твоему совету Я твоему совету последую Я сейчас всем сообщаю Кто пытается это делать Так вот Я следую совету твердо Он человек мудрый Философичный Я остаюсь Самим собой Нравится Будьте рядышком Живите в соседнем домике Параноидальном Не нравится Бугагашенький Та-та-та-та-та-та-там Чем закончим? Песня тайна называется Спасибо всем Что были с нами сегодня Это я аудитория Спасибо вам, друзья мои Что были с нами Это я уже музыкантом Было приятно Два часа пролетели Как одно мгновение Всем пока До завтра Бай-бай Просто тебя я давно Это не значит совсем Нужно же что-то такое Но дело не в этом Значит дождемся весны Если захочешь, звони Ты понимаешь меня А там уже лето Я не могу без тебя Будь со мной рядом Да, луна расстояние Чувствую свет Чувствую свет в твоих глаз И поцелуи еще Знаешь, а все остальное Пускай будет тайной Через огонь и ветра Сквозь океаны и сны Через упругие сети При полной сознания Ясен наш путь навсегда Не говори ничего Преодолеем разводы И расстояния Звивчивы речи мои Я не могу без тебя Будь со мной рядом Даже на расстоянии Чувствую свет в твоих глаз И поцелуи еще Знаешь, а все остальное Пускай будет тайной Субтитры сделал DimaTorzok Если друг друга нашли Значит, горят маяки Значит, гудят провода И связь постоянно Здравствуй, снова прощай Я очень скоро вернусь Ну а все остальное Пускай будет тайной Извивчивы речи мои Я не могу без тебя Будь со мной рядом Даже на расстоянии Чувствую свет в твоих глаз И поцелуй еще Знаешь, а все остальное Пускай будет тайной Знаешь, а все остальное Пускай будет тайной Знаешь, а все остальное Пускай будет тайной Пускай будет тайной Субтитры сделал DimaTorzok Не торопил текст DimaTorzok Дорогие телеклушатели Отдельный дивизион Летающих чемодоров Говорит вам до свидания Мы называемся Тут как тут Знаешь, а все остальное Пускай будет Тут как тут на своем радио Программа живые Спасибо! Дима!